Комсомолу 50 лет. Им едва ли 15. Их только что приняли в Комсомол. Сегодня на крейсере революции Аврора они получают свои комсомольские билеты. И теперь уже о них будут говорить верный помощник и боевой резерв коммунистической партии. Вместе с билетом они получают наследство все 50 комсомольских лет. Отныне биография комсомола их биография. Полвека назад комсомолец вместе с билетом получал винтовку. Их было немного первых комсомольцев. Всего 22 тысячи. Но это были 22 тысячи молодых бойцов, которые вместе с отцами и старшими братьями делали революцию и защищали ее от врагов. Субтитры создавал DimaTorzok Разгромив Колчака и Деникина, разгромив иностранных интервентов, возвращались они на завод, в деревню, чтобы строить социализм. Революционным мандатом юного пролетария, крестьянина, рабфаковца была в те годы комсомольская путевка на новостройки. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Энтузиасты. Главное слово первых пяти лет. Над самыми трудными стройками шефствовал комсомол. Субтитры создавал DimaTorzok Героическими вехами на пути комсомола стали Волховстрой и Кузнецк, Магнитка и Днепрогес, Турксиб и Комсомольск-на-Амуре. Субтитры создавал DimaTorzok Воспитанник комсомола Николай Островский говорил в те годы Мы хотим мира. Мы возводим хрустальное здание социализма. Но нас окружают злейшие кровавые враги. Если фашизм, эта бешеная собака, бросится на священные рубежи Советского Союза, то миллионы молодых бойцов встанут под ружье. По первому призыву Родины комсомол стал на защиту социализма. Целые комсомольские организации уходили на фронт. Как и во времена Николая Островского, комсомольская сталь закалялась в огне сражений. Зоя Космодемьянская, Олег Кашевой, Лиза Чайкина, Александр Матросов, Николай Гастелло навсегда остались в нашей памяти молодыми. Они погибли во имя победы, но мы вспоминаем и говорим о них, как о живых, как о ровесниках и однополчанах. Послевоенные годы комсомольцы снова впереди. Утро, утро начинается с рассвета. Сказ в необъятная страна. 350 тысяч человек по комсомольским путевкам поехали поднимать целину. Это, это целина. На строительстве и в шахтах, в заводских цехах и в научных институтах трудятся миллионы ударников коммунистического труда, молодых рационализаторов и изобретателей. КОНЕЦ 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 Никогда и никому не победить страну, где каждое новое поколение сохраняет и приумножает боевые традиции предшествующих поколений. Эти слова прозвучали недавно на торжественном юбилее комсомола. Сейчас их 23 миллиона. Это поколение, которое выросло после войны. У них удивительно ясные лица, такие же, как у тех, кто воевал в гражданскую, поднимал пятилетки, умирал в бою, распахивал целину и учился, учился, учился. Сегодня на их знамени орден Октябрьской революции, шестой орден комсомола. Субтитры создавал DimaTorzok